Для объекта культурного наследия Байдарских ворот установлена охранная зона от 30 до 50 метров. За пределами этой узкой полосы будет разрешена так называемая регулируемая застройка. Интересно, что федеральным законодательством для таких памятников предусмотрена защитная зона в 100 метров шириной. Но в отношении Байдарских ворот власти Севастополя решили ее уменьшить. Проект соответствующего постановления о правительстве Севастополя прокомментировал начальник местного управления охраны объектов культурного наследия Михаил Рязанцев. Да, мы устанавливаем охранную зону и зону регулирования застройки, исходя из ландшафтно-визуального анализа и восприятия объекта культурного наследия с наиболее характерных видовых точек. В охранной зоне это более жесткий режим, там по сути ничего нельзя практически, кроме сохранения объекта культурного наследия. Зона регулирования застройки позволяет в данном случае возводить капитальные здания и сооружения высотой не более 10 метров. Определением охранных зон Байдарских ворот по заказу Севнаследия занималась питерская фирма Гуар. Эти же специалисты выполняли паспортизацию половины исторических зданий в центре Севастополя. При этом они не предусмотрели для таких памятников архитектуры вообще никаких охранных зон. Границы объектов проходят по стенам зданий и не включают ансамблевых элементов застройки исторической части города.